На связи Отто! Сегодня я покажу игры по Звёздным Войнам, которые намеренно скрывают от вас. Поддержите это видео своим лайком и комментарием о канал подпиской. Все ссылки на эти игры и как их установить я выложил на своей странице Boosty. Вы не только поддержите меня, но и получите весь контент, который будет указан в этом видео, а также многое другое по вселенной Звёздных Войн. Все ссылки ждут вас в описании. Желаю приятного просмотра! Друзья, призываю всех подписаться на наш Телеграм-канал. Любопытные факты, эстетика, свежие новости и анонсы. Ещё очень многое другое встретит вас в нашем Телеграм-канале. Ссылки будут в описании. Что же это за список игр такой? Видите ли, это проекты по вселенной Звёздных Войн, сделанные фанатами, то есть ценителями. И как вы понимаете, чтобы не делить хлеб, Дисней блокирует эти проекты, не даёт им, короче говоря, распространяться. Но сегодня я решил сделать видео, которое вы смотрите, имеющее намерение пролить цвет на эти достойные, поверьте вашему вниманию, игры. Они будут делиться на две части. Полноценные отдельные проекты и масштабные модификации, меняющие игры до неузнаваемости. Давайте же начнём. В качестве первого проекта я бы хотел выделить мобильную игру от российского разработчика под названием Star Wars The Road of Force. На канале, между прочим, было уже довольно много видеообзоров на неё. Ну вот, например, самый последний. В данный момент проект активно развивается и, возможно, стоит ожидать порт на персональные компьютеры. Но, впрочем, это зависит только от вашей поддержки. Хоррор-игра. Ну а точнее, хоррор-игры или один полноценный проект в двух частях Death Troopers. Вы знаете, это довольно атмосферные игры. Я делал обзоры на обе части, недавно выходила на последнюю вторую. Рекомендую к просмотру и к установке. На мой взгляд, вот сейчас я говорю искренне, в данный момент лучших хоррор-игр просто не существует по Звёздным Войнам. И третья. Экшен-игра, которая, как и первые две, находится в активной разработке и её продолжение зависит только от вас. Называется она Star Wars Redemption. И это, пожалуй, один из лучших проектов, когда-либо выходивших из-под пера поклонника. Здесь вы играете за джедая и новое подразделение клонов. Впрочем, сотрясать воздух я не буду, ибо на канале уже выходил не один обзор об этой игре. Можете тоже ознакомиться. Наконец, вторая часть. Масштабные модификации, меняющие игры до неузнаваемости. Но, разумеется, первая песочница Garry's Mod режим Star Wars RP. Вы знаете, это, пожалуй, один из самых доступных вариантов. Ну, во-первых, потому что игра старая, и поэтому требования минимальные. Да и сама она дешёвая. А установка режима Star Wars RP крайне лёгкая. Вот, например, на канале выходила инструкция об этом. Ну, а если вы не знаете, на канале существует целый отдельный плейлист с сотнями видео о данной игре. Два знаменитых шутера, Arma 3 и Squad. Также режим Star Wars RP. Я решил соединить эти две игры вместе, в силу их крайней схожести. Ну, разве что аудитория этих игр разная. В арме, как известно, преобладает русское комьюнити, в то время как в Squad англоязычное. Ну, или, по крайней мере, в режиме Star Wars RP точно. Они уже несколько более требовательные, чем Garry's Mod и по цене, и по требованию компьютера, поэтому имейте в виду. Обзоры на них также выходили. А по арме и вовсе выходят ролики по сей день. Любимая всеми стратегия Hearts of Iron 4 с модификацией Star Wars. Я думаю, Hearts of Iron не нуждается в представлении, это всем известная Хойка с модификацией на Звездные Войны. Ну, а точнее, с несколькими модификациями, их было много, на канале тоже можете найти их. И самое лакомое, что я оставил напоследок, это стратегия Man of War. Ну, а точнее, редактор в Тулу Врага 2 с модом на Звездные Войны. Я, разумеется, не мог пройти мимо того, с чего и начинался мой канал. С зарисовок, которые, кстати, и по сей день выходят на канале, а подписавшись на страничку Boosty, вы сможете заказать даже свою зарисовку. Я еще раз напоминаю, все ссылки ждут вас в описании. В этом редакторе вы можете создавать собственные зарисовки по вселенной Звездных Войн. Опять же, все ссылки в описании. Итак, в данном списке были собраны, на мой взгляд, достойные внимания и активно развивающиеся проекты ценителей Звездных Войн. А какой больше всего понравился вам? Пишите в комментарии. И если вы знаете какие-нибудь игры еще, так же, конечно, оставляйте их, мы обязательно посмотрим. Ну, а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото, еще увидимся.